Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики, моему доброму другу давнему, самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда и особенно в последнее время. Он первым поздравил меня с победой на выборах. Да, и все крупнейшие государства нашей планеты, за исключением, конечно, особенностей Запада. Запад всегда у нас был с особенностями, мы к этому уже привыкли. Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики. Господин посол, вы знаете ситуацию в нашей стране, и еще раз подчеркиваю, очень хотел бы, чтобы вы доложили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики и моему другу Си Цзиньпину о ситуации, которая складывается в нашей стране. Вы просто молодец, мы пробавили в товарообороте. Вы здорово нам помогли в борьбе с коронавирусом. И не столько, может быть, вот эти рейсы, и это тоже важно, 110 он грузов переброшено медицинских нам. Вы нам поставили, что самое главное, два станка по технологии производства защитных масок. Мы сегодня можем любое количество изготовить, но самое главное, мы постоянно в контакте были с вашими врачами. Они первыми столкнулись с этой заразой и постоянно нас информировали о том, каким образом нам бороться с этой бедой. Поэтому вы сделали очень многое для организации этих процессов. И орден, который сегодня у вас на груди, это заслуженный орден. Это ваш личный вклад. Ну, естественно, это уважение Белоруссии к Великому Китаю. Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали за это время. Знаете, что вы друг нашей страны, и в любое время, без всяких формальностей, вы имеете право приехать в Беларусь, отдохнуть, вспомнить былые времена. По любой причине приезжайте к нам в Беларусь, мы всегда будем рады вас встретить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!